Продолжение следует... Рассказали и подумали о людях, о человеке, рассматривали человека с разных сторон, разных аспектов. И я хотела бы сегодня рассказать тоже о человеке, о том, как быть человеком и о его возможности воображения. Но перед тем, как начать, позвольте мне поделиться с вами такой небольшой смешной историей. Может быть, у многих, кто детей воспитывает, семьи, может быть, у вас тоже такие ситуации бывали. Может быть, когда сам это переживаешь, это не очень смешно, но если со стороны смотреть, действительно смешно. И это небольшая история из жизни моего друга. Значит, двое детей, у них растет подростка. Сын 16-лет, он этим летом изъявил желание переночевать со сверстниками, родители которых случайно как бы уехали из дома на выходные, уехали в деревню, на дачу. И сын моего друга, подруги, естественно, был разумно, об этом не сказал, что там будут, что там не будут родители. Отец после долгих раздумий, в общем-то, решил сыну довериться. И когда, в общем-то, вечер уже пришел, взял он этого сына за плечи и сказал, смотри, ладно, ты езжай туда, но будь все-таки человеком. Сын кивнул, пошел к друзьям и, естественно, напился там, серьезно встретился у этого друга. И в конце я слышала, когда я все это услышала, то я как бы удивлена была, как все-таки жизнь сама за себя говорит. И вот эта история заставила меня еще раз задуматься над тем, что значит вот это требование быть человеком или желание быть человеком. То есть это, может быть, это невозможность и желание увидеть человека в себе, в своих детях, коллегах и так далее. Может быть, это надежда встретить в себе такого вот человека. И, может быть, это как раз такой человек, которого вы хотите встретить каждый день. Кто же такой человек? Кто является тем существом, у которого есть такая нервная система, которая позволяет нам лгать, действовать агрессивно, нарушать, вернее, изменять кому-то, разрушать себя, уничтожать других, убивать и бесконечно оправдывать себя. И в то же время, кто же этот человек? То есть это, может быть, существо, которое горит бесконечной тоской людьми, желанием и умением отдать себя полностью, отдать последний кусочек хлеба прату и бросить собственное тело под пуль на защиту кого-нибудь ребенка или создать души, раздирающую мужику, или же убаюкать детей. Когда одного из крупнейших эстонских писателей современности, филолога-классика Марио Лепаи спросили, вы, проработавший большое количество древних текстов, видите повседневную современность, как бы вы описали человека? Какова самая характерная черта человека? В ответ прозвучало противоречие. О том же говорит теологическое понимание человека. О существовании человека в бесконечном поле напряжения. Человек будет чесотворен подобным Богу, с потенциалом стать подобным Богу и в то же время жить в падшем состоянии. Ощущать в себе импульсы и быть способны мыслить, выражать свои мысли словами и совершать поступки, которые невозможно словами выразить. Очень такая непонятная смесь. Мне вспоминается тоже ситуация с детства и юности. Я помню, что в какой-то момент у меня была очень сильная потребность разобраться в себе самой, понять себя. И это сформировалось вопрос, кто я такая или что я. Я хотела узнать, действительно хотела узнать себя. И не знала, где получить такую информацию. И когда я ребенком иногда встречалась с какой-то девочкой, которая была немножко похожа до меня, то есть белокурая и такая немножко худощавая. Я иногда ходила за ней и смотрела, какая она, что она делает. Мне не хватало только себя и зеркала. Это, конечно, такое детское средство, но, на мой взгляд, или вариант познания себя. Но, на мой взгляд, это говорит о том, что человек хочет воспринимать себя как единое целое, хочет понимать, что у него общего с другими. И в этом стремлении узнать что-то о себе я открыла письменное слово. Мои родители работали в театре. Это значит, что часто по вечерам их не было дома. А я читала и засыпала после почтения. То есть у меня всегда утром было в кровати полным-полно книг. Сначала я увлекалась сказками, читала всё, что попадало под руку. Но в один день, прекрасный день, сказки закончились, и я стала брать в библиотеке книги Астрид Лингрен. И когда я добралась до одной главы Тёрвен, Пуцмана и Моисея, а именно той главы, где нужно было застрелить собаку Тёрвена, Пуцмана, и Тёрвен попрощался с ним, я заметила, что страница, которую я переворачивала, она была какая-то неровная такая. Я на мгновение подумала, ну, дальше продолжала читать, и через какое-то время заметила, что у меня на ту же страницу слёзы капают. Кап, кап, кап. настолько много было слёз, что уже печатный текст уже стал расплываться. И в этот момент я поняла, что тот человек, кто читал эту книгу до меня, он чувствовал то же самое. И в то же время я ощутила все охватывающее чувство единства с предыдущими читателями. И, конечно же, с Тёрвеном, и с Потсманом, и с Потсманом, и Моисеем, и с Астрид Лингрен, и даже со всем миром. С теми людьми, кто жили до меня, с теми людьми, которые создали единое целое, с кем я, куда я тоже принадлежала. И в отношении этих людей я почувствовала бесконечную нежность в себе самой. И это сознание потрясло меня. Позже, когда я уже думала об этом, я поняла, что у нас, у людей, есть какое-то пространство, пространство, где мы можем быть все вместе, можем делиться мудростью, страданиями и поиском правды тех, кто жил до нас. И сегодня в своём выступлении я бы хотела поговорить, подумать об этом пространстве. Размышления об этом пространстве, воображения и даре воображения, которое меня заинтересовало, и которое является ежедневным спутником моей работы. Альберт Эйнштейн, один из величайших защитников воображения, сказал, что воображение – это основа всей культуры. Воображение – это больше, чем знание. Это священный дар и должно быть слугой разума, рационального мышления. Всё, что мы видим вокруг себя сегодня и в данный момент, это всё существовало раньше где-то воображение. И сегодня оно является материализацией тех идей, которые изначально только представляли себе. Но в этой способности заключена и опасность. Именно то, что легко ворваться в пространство воображения и наполнить его деструктивными мыслями, идеями и образами, которые начнут формировать и вводить человека в заблуждение. Это очень такая большая, серьёзная тема, на которую я немножечко останавливаюсь позже. Хотя это очень большая тема, может быть, требует отдельного выступления. Как же понять воображение, его механизмы и функции? Что же это такое? Воображение рассматривается как психический процесс создания новых психических структур на основе ранее воспринятых образов, представлений и символов. И это явление занимает промежуточное положение между восприятием и мышлением, и мышлением и памятью. И воображение тесно связано с воспринятием памятью, мышлением, речью и вниманием. И одновременно создаются новые такие мышленные структуры. Поскольку воображение функционирует с идеями, картинами, представлениями, то здесь всегда всё связано с поиском новых идей. С помощью воображения можно регулировать и эмоциональное состояние человека, можно снимать напряжение, которое вызывает эмоции. И эту важную способность развивают и используют в психотерапии. Третье. Воображение, представление, часто это во внутреннем планировании действий и также в программировании. Поскольку воображение позволяет человеку выйти за пределы времени и пространства, человек может представить себе конечный результат работы ещё до начала, до того, как он её начинает делать. И, наконец, воображение играет жизненно важный урон в развитии эмпатии. Очень важным является визуализация. Человеку, собственно, кто воображает, неважно, это происходит на самом деле или нет. Ханс Кристиан Авик сказал, что у него есть такой метод тренировки. Музыкант, если воображать то, что ты тренируешься играть в Моцарда в течение недели, у него пальцы начинают действовать так, как будто он играет. Если бы он сразу начал, если бы он стал тренировать этого Моцарда сразу на скрипке, то ему понадобилось бы 2-3 месяца. Воображение играет, наконец, очень важную урон в развитии эмпатии, сочувствия. И смотря из того немногого, становится ясно, что когда мы развиваем, используем своё воображение, мы получаем необыкновенные инструменты для поведения. Лев Выгодский, один из самых выдающихся педагогов 20 века, сказал, что чудо воображения состоит в том, что мы не ограничиваемся в нём узкой клеткой личного опыта и способны выйти из него через опыт других. Теперь давайте перейдём к школе. Место, где наши дети ежедневно работают с памятью, вниманием, мышлением и восприятием. И вот эти познавательные процессы должны быть, естественно, в самом разгаре. Но сейчас я использую такую аналогию, потому что, если мы, будучи учителями, не задействуем воображение, то самолёт может запустить двигатели, и самолёт может даже хорошо ехать по взлётной полосе, но он не поднимется в воздух, не взлетит. И к настоящему времени мы знаем, конечно, взгляды учёных, которые изучают мозг. Янару, например, который также и появился в нашей школе в качестве гостя, часто подчёркивает, что нам, как учителям, не нужно многоть о том, чему учить, а важно думать о том, как учить. И рекомендует, чтобы мы могли попытаться поставить себя в мозг учеников, попытаться думать, как ученики. И независимо от того, и независимо от сферы деятельности, всегда бывает так, что что-то настолько хорошо запоминается, или то, что хорошо запоминается, оно зависит от того, насколько это связано с другими знаниями в нашем мозгу. Но как же стимулировать воображение наших детей? Я думаю, что это не совсем сложно. Скорее вопрос в том, как наше собственное воображение пробудить, воображение взрослых, и как пробудить смелость, творчество, интуицию. Я приведу вам примеры из школьной жизни. У нас тогда, где училась, это первая школа, в Раквере у нас главным учителем, у нас был учитель математики и физики Паю Ац. Вот так мы его звали. На самом деле, потом выяснилось, что его зовут Адо Паю. Это был достаточно пожилый человек в сером, мятом костюме, в тапочках каких-то. Он был таким, иногда с юмором, и с такими детскими, яркими глазами. То есть, одним словом, человек, который многое повидал. У него была привычка уже с конца коридора кричать, какая тема урока. Мы еще в классе не были, а уже слышали, как он кричит, что да, вот у нас такая тема, и тема падения свободного, ускорения свободного падения. Что такое, мы говорили. Что за тема? Очередной крик из коридора ускорения свободного падения. Шарка его быстренько приближается, и когда Паю подходит к классу, или подходил к классу, все взгляды уже были к нему прикованы. Он бросался к учительскому столу, залезал на него, и прыгал с него, и потом говорил с удовлетворением. То, что вы видели, это ускорение свободного падения. Тело упало достаточно свободно. Следующее предложение было контрольная работа. Давал нам бумаги, задания, и нужно было нам написать небольшое какое-то размышление на тему ускорения свободного падения. А после этого, собственно, уже начали мы изучать все по учебнику. И если теперь анализировать его действия в свете современных теорий обучения, то, что он делал? Во-первых, он привлек наше внимание. Он нас удивил, даже развлекал. Он запустил наше воображение и способность к воображению, активировал наши уже скрытые знания по этому поводу. А потом, после этого, стал добавлять какие-то новые знания к тому, что мы уже знаем. То есть, наш мозг был готов воспринимать или создавать новые связи. Мы часто слышим слова. В театре часто говорят, что зритель это такой человек, который хочет все сам открыть. И я бы сказала, что ученик такой же. Как часто мы слышим слова от учеников. Зачем нам это? Мне это вообще в жизни не пригодится. На мой взгляд, это в основном говорит только об одном. Да ученики не могут сами без нашей помощи принять те знания, которые мы пытаемся ему передать по учебной программе. То есть, не могут это сделать. Они воспринимают учителя как человека, который сваливает на них твердый материал учебной программы. то есть, такое тесто твердое уже. Вместо того, чтобы из этого теста испечь хлеб. Мне кажется, что я то, что я называю выпечкой хлеба, это как раз то, что происходит в процессе выпечки воображения. Извините. Мы в нашей школе вопрос решили в ключе нарративной педагогии. То есть, это значит, что я работаю с текстами, с рассказами, и такой подход сам по себе означает захват детского воображения. Что происходит, когда ребенок слышит историю какую-то или рассказ? Как сделать, чтобы этот рассказ стал его собственным? Позвольте мне как он может это воспринять и иметь, чтобы это имело значение для него. И позвольте мне здесь процитировать толки, на которые сказал. Когда было в рассказе написано, он поднялся на гору и увидел реку в долине внизу. И тогда каждый слушатель видит его картину, и она собрана для всех. Горы, реки, долины, которые он когда-либо видел. И особенно гора, река и долина, которые в первый раз были связаны с этими словами. И здесь совершенно четко указано, что воображение оперирует именно с имеющимся у ребенка опытом. Ребенок отправляется например в путешествие, и каждое событие, которое там происходит с героями этой истории, рассказа становится частью его опыта. Потому что он говорит о той самой проблеме, с которой он уже сталкивался на данном этапе своего развития. И это не требует усилий и концентрации. То же самое говорит и Анару. Цитирую. Содержимое памяти это структура связи в вашем мозгу. Изменить мозг можно и это должно быть трудно. Мы не хотим, чтобы какие-то случайные вещи в нашем окружении, например, случайно проезжающие автомобили изменяли структуру памяти в нашем мозгу. Чтобы чему-то научиться, мозг должен работать. Некоторым учащимся некоторые вещи кажутся более легкими главным образом, потому что у них есть какие-то предварительные знания о чем-то, например, из дома. И тогда им легче усвоить определенные вещи. Но это невозможно для других учеников. Просто если у учеников очень разные предварительные знания, у них разные структуры издания о каком-то предмете. И то, конечно, и то, насколько быстро они что-то узнают, тоже будут разным. И то, где они в конце окажутся, тоже будут разным. И в каком-то смысле это же поддерживает то, что мы пытаемся сегодня сделать. Мы хотим одинаково быстро учить всех учеников одними и тех же вещами. Пытаемся найти хотя бы это в старших классах. Мы хотим найти ту нишу для каждого ученика, где его мозг имеет уже много предварительной информации, что он может усвоить. Какие же выводы из этого можно сделать? Мне кажется, что нам нельзя списывать учеников со счетов, делить их на одаренных и бездарных, умных и недалеких. Нам нужно скорее взглянуть на наши методы обучения и задаться вопросом, могу ли я подойти к своему предмету более творчески. Вчера на конференции я встретилась с молодым человеком, которого я не видела 10 лет. Он поговорили, он сказал, что он стал учителем математики. Я была очень удивлена и спросила, как ты преподаешь математику, что ты делаешь. он сказал, что он преподает ее как язык, что математика для него в первую очередь это язык, где есть свои слова, предложения, синтакс. Очень вдохновляюще. Я хотела больше узнать. У меня сразу воображение стало работать. К сожалению, надо было дальше работать. Сегодня в зале я его тоже видела в какой-то момент, но не успела поговорить с ним. Надеюсь, что он еще здесь где-то, но я пока не вижу. Позвольте мне ненадолго остановиться на опасном таком аспекте воображения, с которым мы также сталкиваемся в повседневной школьной жизни, а именно это вызовы нашего цифрового века. И здесь, на мой взгляд, есть два момента. Если в прежние времена мир переживания ребенка, содержание его памяти формировалось при соприкосновении с реальным миром, естественно, в любую эру человек может сталкиваться с отрицательным опытом. Но сегодня сама жизнь указывает на какие-то причинно-следственные связи. Но современный ребенок в течение с помощью одного нажатия клавиши может получить массу неперерабатываемых образов информации, которые отложатся у него в образе. в воображении он начнет поедать этого ребенка изнутри. Кроме того, я заметила создание воображения в своих занятиях. Например, привести класс детей третьего класса, с которым мы изучаем мифы древнегреческие и героические истории. И я в начале урока просила их закрыть глаза и представить себя в чистом сияющем море, где они плавали, где они ныряли, встречали, дельфинов, которые толкали их. Потом еще дельфины к ним приплыли, взяли их, на спину посадили, взяли и поплыли далеко в далекие страны. И впоследствии, когда мы обсуждали это все, несколько учеников сказали, что видели только черную дыру или видеоклипы, которые они видели в своих смартфонах. Многие дети сказали, что да, замечательно было путешествие. и вот эти дети, которые видели только видеоклипы какие-то, то есть они старались, но собственное выражение их не работало. И, конечно же, это только один аспект всего этого комплекса проблем. Но зная, как рано дети попадают можно сказать в плен смартфонов или различных гаджетов, приходится все-таки признать, что мы не можем толком предсказать последствия этого так называемого эксперимента. И к сожалению в опте психологов развития доходит до немногих. В нашей собственной школе нам удалось установить хотя бы базовый принцип, что детям нельзя пользоваться смартфонами в течение учебного дня. И если да, то только для школьной работы. Но если Альберт Эйнштейн сетовал на переоценку разума в ущерб воображению, когда он говорил, что воображение это священный дар, должно быть возведено на престол, и разум должен служить воображению, то теперь мы сталкиваемся с ситуацией, когда этот священный дар связан, и безумец восседает разум на троне. Признаюсь, меня очень беспокоит цифровая реальность наших детей. детей. Почему? Потому что я вижу действительно очень маленькие детей еще в колясках, в транспорте, в ресторанах, на остановках, торговых центрах, на игровых площадках, на роликах катаются и смотрят в телефоны. И, наконец, если пытаться еще раз сформулировать цель образования, то вот как раз недавно выступавший Александр Филаленко сказал, он сказал, что задача человека не в сборе знаний о реальности, а в том, чтобы с помощью знаний вступить в подлинные отношения с реальностью, то есть с тем, откуда мы все исходим, не убегать от реальности, а быть в подлинном контакте с реальностью. Если воображение уводит нас за пределы реальности, то оно опасно и может нас разорвать на части, потому что в глубине человека существует великое стремление открыться реальности. И оно было туда помещено актом творения. В древнегреческой традиции человек рассматривается как микрокосмос, но с первого столетия начали говорить о человеке не как о микрокосмосе, а о том, что человек содержит в себе части Божьей, образ Божьей, образ, имидж. Библейская история сотворения человека описывается как некто, созданный по образу подобию. отцы церкви говорят, что человека характеризуют разумность, свобода, способность любить, способность быть в отношениях. Понятие образования европейской культуры связано с процессом формирования образа Божия. Сегодня это, к сожалению, меняется. и помимо формы человеку также должна еще задача, идеал полного роста, то есть становление идеала. Человек станет или повзрослеет, когда он достигнет подобия Христова. Вкратце, это и есть путь от Адама к Адаму, чтобы стать новым Адамом. Об этом говорил отец Джон. И поэтому, мне кажется, мы должны использовать наше воображение, чтобы понять вот этот путь человека от Адама к Адаму. И только благодаря воображению мы сможем это сделать. Спасибо за внимание.